Овервотч В результате их экспериментов над жителями космического пространства одна из горилл стала быстро изменяться. Спустя некоторое время Уинстон уже помогал в научной лаборатории своего профессора Гарольда Уинстона, в честь которого и получил имя. В один не очень прекрасный день в колонии горилл, над которыми ставились эксперименты, случился мятеж и кампанию по освоению космоса пришлось прекратить. Уинстон вместе со своим профессором сумели сбежать из колонии и благополучно вернулись на Землю. На Земле Уинстон был принят в команду Overwatch, где нашел свое предназначение и наконец смог почувствовать вкус жизни, совершая те поступки, которые велело ему сердце. С распуском организации Уинстон, вновь отрезанный от своего идеального мира, ушел в тень, мечтая о возвращении героических дней. Давайте подробнее рассмотрим, на что же способен этот великан. Пушка Тесла При зажатом спусковом крючке оружие Уинстона испускает электрические разряды. Прыжковый ранец Уинстон взмывает воздух и при приземлении наносит значительный урон находящимся рядом противникам, оглушая их. Защитный купол Уинстон создает сферическое поле, поглощающее урон до тех пор, пока оно не будет уничтожено. Союзники, укрытые щитом, могут продолжать вести ответный огонь. Ярость зверя Абсолютная способность или ультимейт Уинстон задействует свою скрытую ярость, при этом увеличивается запас его здоровья, а также возрастает урон от атак ближнего боя. Прыжковый ранец восстанавливается быстрее. Для анализа способности Уинстона мы подключили самого Гарольда Уинстона, который помог нам получить правильный результат. Здравствуйте, Гарольд. Расскажите нам, пожалуйста, про Уинстона подробнее. Здравствуйте, Шуморо. Ну, из таблички сравнения классов мы видим, что Уинстон занимает четкую вторую позицию. Я его таким делал и таким он и остался. Он является танком и бойцом ближнего боя, поэтому такое количество ХП мы посчитали оптимальным. Спасибо вам большое, Гарольд, за ваш анализ. Ну, а мы перейдем к способностям. Да что, Уинстон, ладно, тебе спасибо. Я, кстати, подписан и смотрю все видосы. Спасибо, Гарольд, приятно это слышать. Давайте все-таки перейдем к способностям Уинстона. Не, ну, я смотрел даже вот видос про Трейсер. Конечно, там получилось не так, как сейчас, но все-таки мне понравилось. Спасибо тебе еще раз большое. Я вообще смотрю все видосы. Я говорил тебе? Да, конечно, говорили, Гарольд. Давайте все же уже перейдем к способностям Уинстона. А еще... Извиняюсь, дорогие друзья. Итак, пушка Тесла. На первый взгляд кажется малоэффективной игрушкой, но с другой стороны Уинстон милишник, а в умелых руках на близкой дистанции пушка должна показать себя на ура. С учетом того, что у Уинстона такое количество ХП, и подобраться к врагу, я думаю, будет несложно. Ну, куда настоящему танку без липа или чарджа? Любой милишник просто обязан обладать такой способностью для сокращения дистанции с целью. Защитный купол — невероятная сейв-обилка для всей команды. В нужный момент можно рискнуть надежде на то, что Уинстон кинет свой бабл. Ультимейт Уинстона является инрейжем, который нужно будет умело использовать и тщательно выбирать для этого ситуации. Итак, на мой взгляд, Уинстон получился сильным и очень харизматичным героем. Я бы поиграл. Спасибо вам большое за просмотр. С вами был Шиморо, специально для портала goodgame.ru. Увидимся на следующем видео. Не, ну зачем так реально? Субтитры сделал DimaTorzok